Здравствуйте, меня зовут Артем, это канал Умный Инвестор, вы находитесь в рубрике Азбука Трейдинга. Сегодня вы узнаете, что такое агрессивная торговля. Чтобы нам во всем этом сильно не завязнуть, мне проще привести такой автомобильный пример. У многих из вас, по крайней мере у 80% моей аудитории, есть автомобили. И в общем и в целом вы с этим прекрасно сталкиваетесь каждый день. Например, вы хотите проехать от точки А в точку Б. Это сделать можно различными способами, как вы понимаете. Вы можете ехать в общем потоке. И вы доедете от точки А в точку Б, ну, например, за 19 минут. Но вы можете поступить как типичный, в общем, как типичный такой человек, который любит рисковую езду. Вы можете играть в так называемые шашки. Вы можете ехать, например, сюда, заехать сюда. И вот так вот, объезжая автомобиль, объезжая препятствия, применяя методы агрессивного вождения, вы можете доехать от точки А в точку Б, ну, например, где-то за, ну, я думаю, 17 минут. Как правило, подобные выходки, они очень опасны. И человек, как правило, много не экономит. В рисковой торговле примерно то же самое. Но методы немножко различные. За счет того, что трейдер старается взять каждое движение рынка, он зарабатывает невероятно много. Как же это достигается? В рынке существуют различные движения, и как вы видите, здесь есть некоторые спады и некоторые подъемы. Существует несколько подходов к торговле, и один из таких подходов, это так называемый, например, скальпинг. Мы на каждом движении стараемся купить, либо продать. Ну, то есть, на каждом движении стараемся заработать. Например, здесь бы мы продали, здесь бы мы купили. Здесь бы мы купили, здесь бы мы продали. И происходит такая торговля. Скальпинг – высокорисковый метод торговли, ну и как следствие это агрессивный метод торговли. Есть другой подход, это когда мы, например, вот здесь вот купили и удерживаем позицию невероятно долго. До той поры рынок может даже опуститься, потом опять подняться. И со временем как бы у нас есть определенная, так скажем, прямая, в которой мы как бы отсекаем верха, на которой бы мы могли заработать, и низа, на которой бы мы тоже могли заработать. Ну и на этой инстанции мы, например, заработали 9% в случае торговли без риска, то есть без рисковой торговли. В случае с агрессивной торговлей мы, например, бы заработали 900%. Вам кажется невероятно круто, давай-ка я буду применять агрессивную торговлю. Ну, как бы не так. На самом деле есть определенное правило, которое применяется в инвестициях, в экономике, в трейдинге, да в принципе во всей нашей жизни. Риск, он всегда больше дохода. Как правило, за высокой доходностью всегда лежит агрессивная торговля, ну и как следствие повышенные риски. Именно поэтому, в общем-то, солидные дядьки, которые имеют нормальные средства, они не любят шутить с риском. Они вкладывают в наиболее безрисковые активы, так, чтобы свои капиталы сохранить. Существует несколько вариантов, как трейдер может взять на себя очень много риска, ну и как следствие торговать агрессивно. Первый вариант – это постоянные сделки. А если уточнить, сделки на небольшом временном интервале, на небольшом таймфрейме. Следует уточнить, трейдер может принимать торговые решения и, допустим, на тиковых графиках, и на минутке, например. Важно здесь другое. Важно то, что трейдер не заглядывает на таймфрейм повыше. То есть, он торгует именно как бы внутри дня на небольших таймфреймах и, как следствие, у него много сделок постоянно, а в день один трейдер может совершить до сотни сделок, понимаете, их очень-очень будет много. За счет того, что он старается заработать на всех этих колебаниях, да, вот здесь он бы купил бы в этом участке, тут бы он продал, тут бы он купил. За счет этого и достигается высокая доходность. Ну и, как следствие, вы должны четко понимать и четко представлять себе, что здесь риски повышены лишь по той простой причине, что какая-то вот такая локальная картина, она меняется постоянно. То есть, вот эти вот изменения, их более-менее грамотные трейдеры, более-менее старые трейдеры еще называют рыночный шум. Торгуя на подобном рыночном шуме, они, разумеется, подвлекают себя опасно. Но еще раз говорю, если трейдер принимает решение, ну, допустим, на четырехчасовом графике, а при этом входит на минутки, это еще ничего не значит. Важно то, что на каком-то, вот не люблю эту фразу, но тем не менее, важно именно то, на каких таймфреймах он основывает свой анализ и какие цели он предполагает. Если эта цель в рамках там нескольких пунктов, вверх-вниз, то, разумеется, это агрессивная торговля. Доходность высокая, ну и риски потерять, разумеется, большие. Следующая такая черточка, которая как бы определяет агрессивную торговлю от иной, это большой объем позиции. А здесь чаще всего, понятное дело, подключаются плечи, и все это дело называется еще маржинальная торговля. Что такое плечи и маржинальная торговля, мы будем с вами говорить отдельно, важно сейчас запомнить очень-очень условно. Предположим, у меня есть в кармане там 10 рублей, и стоимость этого маркера тоже 10 рублей. Я, например, купил на свои средства один маркер и перепродал его по 12, цены, например, выросли на 2 рубля. Если цены упадут на 2 рубля, соответственно, я потеряю тоже 2 рубля. Однако, если я захочу заниматься маржинальной торговлей, если есть у меня, например, кредитное плечо, которое равняется, ну, предположим, 1 к 10, то теперь мне средств требуется в 10 раз меньше. Это означает, что я могу на свои средства купить уже не один маркер, а 10 маркеров. И, разумеется, если, допустим, по каким-то причинам стоимость данного маркера снизится на 2 рубля, то я понесу уже потери не 2 рублей, а 20 рублей. Как следствие, потеряю свой депозит. Я надеюсь, это понятно. Но, разумеется, чем больше объем позиции у трейдера, и чем больше плеч он использует в торговле, тем, разумеется, агрессивнее его торговля. Очень, грубо говоря, но если вы видите трейдера, у которого, допустим, ну, счет где-то 100 долларов, при этом он торгует на Форексе 0,5 лотом, либо одним лотом, то, разумеется, вопрос времени, когда он такой позиции сольет. Он взял на себя очень много рисков, и чаще всего, если у него сделки на небольшом таймфрейме, то вы прекрасно должны понимать и отдавать отчет, что данный трейдер ходит по лезвию бритвы. Когда он сольет, одному богу известно, но то, что он сольет, это факт. Еще раз вам немножечко напомню, что за этим всем кроется целая наука, и в рамках одного ролика это не передать. Поэтому большой объем позиций, иногда это хорошо, но чаще всего это плохо. Рисковые, или как по-другому их называют, рискованные активы, применяются в случае агрессивной торговли. Ну, если вы видите трейдера, который на Форексе торгует там мексиканским песо, то явно тут что-то не так, правда? А есть, а также рисковые активы. На нашей бирже к ним относятся акции, но даже среди акций бывают еще более рисковые активы, например, акции третьего эшелона. Знаете, что-то мне подсказывает, если вы купите, допустим, акции Тульского свечного заводика, возьмем так условно в кавычках, который никто не знает, и у него там странности вообще в совете директоров, непонятно, что с отчетами, что это за компания, вообще существует она или нет, то, естественно, потенциальная доходность по данной бумаге, она может быть огромной, за счет того, что стоимость данного актива слишком мала. Но при этом потенциальная вероятность потерять свои средства, она тоже огромная. Существуют целые стратегии, которые отслеживают подобные акции, отслеживают их недооцененность, и здесь происходит процесс покупки с удержанием данной позиции, с расчетом, что когда-то этот актив выстрелит. Бывает такое, что выстреливает, но чаще всего не выстреливает. Я даже встречал такие варианты, когда актив торговался по стоимости, по-моему, 10 тысяч рублей, это я говорю в случае акции, и это была акция третьего эшелона, по-моему, я уже не помню точно, не помню точно уже, что была за бумага, но, в общем-то, она торговалась в районе 10 тысяч рублей, и вышла она, собственно говоря, на IPO по этой стоимости, а потом произошел слив, и она торговалась уже в размере одной копейки. Вы должны понимать, что потерять полностью весь свой депозит на данном активе невозможно, но, тем не менее, что-то мне подсказывает, что когда вы, допустим, купили на 10 тысячах, а потом в конечном итоге продали на одной копейке, то это, в общем-то, равносильно потери, потери всего своего капитала. А если сюда еще подключается маржинальная торговля, плечи, то, в общем-то, как-то здесь не очень хорошо. Следующий момент агрессивной торговли встречается он достаточно редко, но, тем не менее, встречается, это когда у трейдера нет диверсификации. Иными словами, он решил, например, все свои деньги влить в компанию, например, Johnson & Johnson. У меня был такой пример, когда я купил вот здесь Johnson & Johnson, и на следующий день он был лидером падения 5%. Успешный трейдер ничего не скажет. Ну, бывают такие сделки, ничего с этим не сделаешь. Но если бы я вложил весь свой капитал в Johnson & Johnson, то по всему своему капиталу я бы потерял 5%. Сумма достаточно большая, если мы говорим о портфеле. По диверсификации – это целая, опять-таки, наука. Существуют методы по диверсификации своих валютных рисков, своего портфеля как такового и так далее. В общем и в целом здесь можно сказать, знаете, несколькими словами. Не нужно вложить все яйца в одну корзину. Если один трейдер, например, вложил все деньги в доллары, то, разумеется, это не очень хорошо. Если он вложил все деньги, например, в рубли, то это тоже не очень хорошо. Поэтому здесь всегда идет речь о диверсификации. Часть в рублях, часть в долларах, часть в одних активах, часть в других активах. Тем самым, в общем-то, вот эти вот риски, они как бы нивелируются. Да, мы зарабатываем меньше, разумеется. Но при этом мы получаем хоть какой-то стабильный, более-менее, насколько это возможно, доход. И, как следствие, снижаем свою агрессию в торговле как таково. Однако, чаще всего, это уже, знаете, такой пункт для элиты. Для элиты. Чаще вы будете сталкиваться вот с этими двумя пунктами. Это сделки на небольшом таймфрейме. Зашли, купили, продали, купили, продали. И так в процессе дня бесконечное количество раз. И сделки большим объемом позиций. Ну и, как я говорил, очень часто на Форексе, в особенности на ПАМ-счетах, используются две вот эти вот методики. Она еще применяется в усреднении, либо в Мартингеле. Ничего не имея против данных стратегий, на них действительно можно заработать невероятную доходность. Но нужно помнить, что всегда будет вот примерно подобный слив. И вы будете тоже с этим сталкиваться. Здесь, на самом деле, все просто. Ну вот это у нас график, собственно говоря, доходности я нарисовал. А вот у нас, это елки-палки, вот это у нас график доходности, это у нас, как, собственно говоря, рос, либо падал рынок. До какого-то периода трейдер усреднялся, то есть он, допустим, хотел продать. И здесь он продал, здесь он продал, здесь он продал, здесь он продал, здесь продал, здесь, здесь, здесь. И в конечном итоге, когда рынок, уж поскольку он имеет волновую структуру, развернулся, здесь он закрыл свои продажи, закрыл свои шорты и тем самым зафиксировал где-то здесь прибыль. И мы имеем такую доходность. Однако может произойти немножко другое. Здесь купил, здесь купил, здесь купил, тут тоже купил, зафиксировал свои профиты и рынок стал валиться вниз. Он разумеется раз купил, два купил, три купил, но к сожалению боливар не выдержал двоих и он на этом деле деньги потерял. Происходит вот такой лавинообразный слив. Это в общем-то ждет любого человека, который торгует агрессивно. Рано или поздно слив будет не за горами. Чаще слив всего депозита. Гораздо реже слив в части депозита, но слив всегда будет присутствовать. Что выбирать вам? Агрессивную торговлю, либо более консервативную торговлю уже решайте сами. Важно запомнить. Разумеется агрессия в рынке она напрямую связана с рисками и риски напрямую связаны с доходностью. Больше рискуете, больше занимаетесь агрессивной торговлей, больше зарабатываете. Меньше рискуете, меньше зарабатываете, но вероятность потерять тоже меньше. Еще раз наверное все это расскажу. Большинство к сожалению людей уверены, что это что-то вроде финансовой пирамиды. Я вложил 100 рублей, а забрал 500 рублей. Это совершенно не про бережевые дела. Трейдера между трейдером сливающим и трейдером зарабатывающим определяет только агрессивность и только риск. Кто как он управляется с этим риском. Больше рискует, больше зарабатывает, больше теряет. Меньше рискует, меньше зарабатывает, но меньше теряет. И вероятность сохранить свои капиталы гораздо-гораздо выше. С вами был Артем, канал умный инвестор и азбука трейдера. Не забывайте подписываться на мои социальные сети. Зарабатывайте.